Музыка Я вас приветствую дорогие друзья, приветствую себя на кухне, меня зовут Руслан. В сегодняшнем видео приготовим домашний майонез. Этот рецепт будет, я думаю, актуален как раз в преддверии новогодних праздников. Потому что, мне кажется, любая хозяйка, практически каждая хозяйка будет в какой-то мере использовать майонез. Все наши салаты, практически все салаты готовятся с использованием майонеза. И я также уверен, что не все из вас знают, что майонез можно приготовить дома. Это очень легко и быстро. Но, естественно, полезнее, чем магазинный майонез. Он будет без всяких красителей, без пищевых добавок и консервантов. Приступим к готовке. Майонез удобнее взбивать в таком стакане. То есть, посудина должна быть узкой и высокой. Для майонеза нам понадобится стаканчик растительного масла. Не бойтесь, бросайте все вместе. Главное, чтобы все, что вы добавляете в эту чашку, должно быть примерно одинаковой температуры, чтобы майонез хорошо взбился. Теперь сюда добавим одно яйцо. От цвета желтка будет зависеть цвет вашего майонеза. Поэтому рекомендую пользоваться домашними яйцами. Так, теперь мы сюда добавим уксус. У меня винный уксус. Добавлю чайную ложечку винного 6% уксуса. И буквально щепотку соли. Чуть-чуть, немного. Скажем так, на кончике ложечки. Все, друзья. Видите, насколько все просто. Нам остается это дело всего лишь навсего взбить. Добавлю чайную ложечку. Вот и все. 3-4 минуты. И у нас получился прекрасный густой домашний майонез. Супер. А теперь включайте фантазию. Кто хочет туда добавить немного молотого черного перца, можно добавить чайную ложечку горчицы. Можно добавить щепотку сахара, например. Это уже на вашу фантазию. Рецепт простой. И вы убедились, насколько он быстрый. Быстрый и эффективный. Теперь, друзья, с вами прощаюсь. До новых встреч. До новых видео. С наступающими праздниками. Счастливо. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok